аут реки тебе как реки конечно тоже интересно но что-то 0 tower damage с этим реки зачем он нужен если ну типа ты во первых это реки в бх который кидают треки в реки подсвечивает его а во вторых ну с таким же успехом можно было бы взять я не знаю любого другого кэри который там не знаю урона по вышкам не дает то есть как бы ну окей типа можно и так выиграть просто зачем просто потому что сигнатурка реки конечно проблема доставляет с хорошим фармом если возьмет быстрый диффуз и шторму доставляет проблемы и варфу доставляет проблемы вот но мне кажется что что спектра что террор блейд оба варианта были бы более надежными просто для для трастов вот такое вот начало этого гранд-финала реки кэри сверху пик чуть попроще получается классический морф классический марс такой же шторм баунти хантер уже в какой-то степени к сигнатурный именно для и монгас на позиции 5 коэффициента от вулкан бы интересно я честно говоря что думал думал что фавориты будут раз ты учитывая что они два матча то выиграли и в группе в плей-оффе а тут фаворита нет 187 на траст гейминг и 187 на команду и монгас и на матч и на первую карту там дальше конечно коэффициент будут меняться что тут ожидание 3-0 нулевые 31 вполне может быть 32 но тут мне кажется шансы большие что 3 2 может этот матч сам самая большая вероятность 3 2 3 0 не будет точно поглядим поглядим я тоже кажется что 30 вряд ли и кажется 31 сам самый популярный исход всех финалов которые было пять играются так сейчас я подойду ну что ж поехали смотреть наконец-то мы дождались до гранд-финала две недели мы смотрели группу и плей-офф и вот самый важный матч который покажет нам кто же сильнейший команда азии в рамках этого саммита на данный момент в азии конечно еще турниры будут наверное уже ближе к декабрю сини с марсом на топ выдвигаются марс с вардом что здесь для марса реки в общем в какой-то степени контра марса потому что а можно выпрыгнуть из арены б реки прыгает и бьет спину а удары в спину марс вообще не любит он хорошо принимает удары в лицо но не в спину так что реки в плане уничтожения марса но может быть опять же если мы говорим о том что там реки еще возьмет хороший тайминговый диффуза к минуте ну пусть это будет 13 хороший тайминг то марса можно будет душить мы уже говорили на прошлой карте что марс без маны практически бесполезен и монопол у него там даже на 30 40 минуте но хорошо если шесть сотен шесть семь сотен это максимум пересли реки врывается в замедляет тучка то там она исчезает быстро слар конечно вот здесь посмотреть на все это мог выглядеть еще круче потому что старка еще ведь не сайл сдает сайл 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 соможно выйти можно придумать что-то старт бы паусил бы шторма паусил бы марфа там уже только форстафы других вариантов бы не было на руне битвы не будет очень много героев оказывается у манкас но я вижу что нет желания никакого утраста лезть что по блоку спаунов против титана я тут наблюдаю один вар такой очень защиты что ли вот этот вот интересно вард него конечно не уберут насколько много информации дает для чего он здесь установлен то есть даже не на горе барда чуть правее получается обычно на горе которые варты устанавливаются откаты рейдинтовский варту это рейдинтовский варта не дайр да то есть я не совсем понимаю какую информацию он будет давать он не площадь спауны против титана было бы неплохо наверно что-то под площадь прочь пока какое-то недопонимание у меня присутствует минус курьер надо интересная такая конечно линия 2 милишника против двух милишников и при этом еще и титан играет за одну из команд так что для пум было это должна быть очень комфортная линия он собирает урон сейчас выходит по тине пару раз его шлепнет здесь по хребту много здоровья у него отнимет может даже не пару раз так на центре у нас шторм против эмбера это уже линия которая стала классикой платиновый шторм против бессмертного эмбер спирита короче как то так ну в общем битвы сигнатурок в боте бх морф против слордара мирана мы уже похожую линию наблюдали только там был вместо морфа тролли я как раз говорил о том что типа морф это один из не самых плохих героев против слордара но вот на линии с бх как бы ему не должно быть прям очень хорошо вот так что посмотрим заодно и проверим эту теорию в миди аббат пробивает сейчас флеймгард фирмлс так это фб они там феррик есть феррик плюс тики живет не спеши не спеши пока фласочка есть шторма теперь могут быть даже проблемки с эмбер с фистами с флэймом снова будут выходить аббит курьер только-только выезжает база там будет потал а топе пока удивительно нет фрагов я вот ожидал что сейчас реки и титан будут душить станчик мы видим с ботинками бегает постоянно накапливают урон выходит по тени бьет но пока я без их то фокусов и на легкой линии паут хантер вместе с морфлингом морфлинг не сказать что все идеально но ему нужно уровень ему уже сто раз об этом говорим сейчас возьмет уровень 3 уровень 5 и уже с перекачка будут ну как минимум здесь неубиваемый есть конечно вариант дать краш баш но я думаю что морфлинг на анимацию краш элементара может реагировать и нажать перекачку здесь все должно быть под контролем а когда-то морф на же мог нажимать перекачку вообще в стане вот это времена конечно были какой-то степени неадекватный был морфлинг но ультимойт у нее правда тоже был другой так ну что шторм масса ботлом один заряд выпил и уже хп хватает уже достаточно здоровья снизу баунти хантера оставляют покоя мирана сларда пока тут без центре центре есть но он такой знаете данный момент на линии информации не дают никакой баунти хантер не выходит из-под башни практически напасть на баунти хантера не получится тут еще и марч покупает сам центре находят центре противника и мирана надо покупать даст если хотят ребята убивать мы это уже проходили прошлом матче нужно просто покупать даст и тогда баунти хантера можно будет убивать центре никакие не пригодятся минус раньше от стрелы и баунти хантер может быть стоит уже двигаться потихонечку к руне туда приходит тине обед давит фирлоса хочется за вор такси далековато ребята идут обит столько орехов получал сюда бы реально перемещение одного героя какого-то и можно творить чудеса 5 секунд до появления рун перемещается мирана перемещается элдор титан рядом находится тени тени стрелу поймал руну забирает кю и красавчик красавчик руну взял и с этой руны можно еще и иллюзиями побить убить вот и слушай надо идти вперед иллюзиями обитковать да там есть еще прыжок куку но нет больше маны на стрелу и старшторм у него не вкачан поэтому придется здесь шторм спирита оставить в покое но так интересно вот я уже замечаю не первый раз подходит четверка мидер начинает жестко дайвить за вышку то есть прогоняют прям за т2 забирают пачку вот того пачка кто дайвит она умирает от вышки и по ну как бы вражескую пачку обит он как бы забирает с собой он бы еще и руну мог забрать из технику то есть не был бы прям вообще все супер круто но мир она немножко подпортила прав планы шторм спириту из-за того что тени ушел куку в топе не сказать что прям много крипов получает 23 на 13 реки мару и лишь 12 крипов у марса отгоняет он здесь бумбала тарим сплом а тем временем фб у нас все таки для фирлоса которые находят тени на баунтеру не убивает его приятный бонус очень долго тени на миде бегал и вроде были близки ребята чтобы мирана убить но по итогу тени погибает сам эфирос укрепом а немножко проигрывает но за счет сейчас врага по нетворца думаю восстанавливается да он даже немножко шторма теперь обгоняем вернемся пока крип стату морфлинг 28 реки 30 на 16 марса 12 на шесть вот это прям пока самая печальная линия для команды монка тут прям проигрывает очень сильно марс я понимаю что оставили его одного так тут какой-то скан знают что где-то находится марч есть фисты бортекс пока наготове ждет очень долго обета без ультимейтом но маны мало и обеда отпускать не должны правда тут уже у эмбер спирита вообще нет кнопок но есть мирана с и по поэтому фраг стопроцентный тени приходят пытается прокаст выдать ну прокаста слабенький прокаст очень слабый урна на эмбера марч рядом и пока мирана делает много работы пока мирана прям на миде устанавливают контроль для всей команды в целом приходит все подряд шторм убирает первый раз очень конечно эту аркейн руну сейчас взять фирласу тем более что у нее скоро шестой левелл а баунти хаттер не хотят убить даже без баунти руны ну да марч умер прах еще эмберу могут оставить у него сейчас фисты могут быть ладно не придется выбирать надо убивать на всю ману летит аббет вортекс дает но эмбер своим гардом поэтому есть магический урон съедает даже частично прокат съедает тени но этого конечно уже недостаточно не настолько там play много урона готов есть хоть он и третий аббет всю ману нажал потратил но у него калоритоса можно идти в конце концов армит лет акварите нажмет манга прожмет жить будет сейчас еще и баунти шляпстер при портале цепоту при агусе все в порядке будет у обеда думаю что он сильно расстраивается тем более убили эмбера так что классно и не dream фармит на боте шестой уровень у него еще кстати говоря даже маски нет но он уже себя чувствует очень комфортно а реки в топе тоже конечно качается пока рано что-то говорить нам надо наверное посмотреть как реки будет играть когда у него появятся первые вещи вот вообще кстати не факт что у него диффуз будет вот потому что диффуз последнее время это артефакт крайне не популярны его редко берут даже вот пл и наги сирена первыми слотами вдруг он возьмет сейчас яшу себе это будет я вообще не удивлюсь хотя я не представляю что будут трасты делать если он купит яшу то есть это им надо будет еще какие-то ну как-то играть и дожидаться там дополнительных вещей потому что яша не делает реки прям невероятно сильным да и не ускоряет его фарм настолько насколько это яша ускоряет фарм тому же самому пл когда он игнорирует диффуз и берет яш так что все-таки надеемся мы на то что он диффуз приобретет будет какая-то активная игра от команды дайр забирает обид в bottle руна ускорения тут может сейчас таки отыскать на сколько он здесь готов фармить это все это очень опасно и обид пошел фармить большой кэмп увидел что маленьком коле мы стоят не хочет с ними воевать стрела полетела стрела мимо нужна поддержка бамбелу бамбелу очень больно шторм классно летает на руне ускорения пытается дофармить дистаки но дофармить все не получится вышел тени выдал эваланч много выиграл времени и все расходятся может быть марч попытается сцепить у мирана есть даст марч пошел почему-то в другую сторону всей команды и в итоге конечно же марч убьют прыжок от реки фраг для реки джеки делает первый фраг кстати говоря на этой карте на топе марса он душит но пока убивать не получается стаки какие-то легкие найдены можно стакнуть еще о арен талон и стакнуть можно и стакнуть и отвести кстати если желание только сам реки это все не особо фармит тут бы прийти кому-то это забрать а чего не фармит фарм реальный парт тем более я лачу кому помог хорошенько сейчас можно маленького добить арен талон снова откатиться ну либо большого одного из крипов и 2 талоном съесть о морфлинг конечно боже неплохо пофармил а может я 424 приходит грида спасибо парни а и будет здесь эмбер можно драться эмбер с телепортом к лететь сюда не хочет такие про фармливает стаки по итогу морфлинг два самых главных крипов собирает здесь то есть там сотню золота заработал точно арена неожиданно на титана стрела попадает куку стрела пока не особо сильная но там урон прошел контроля хватает мы видим для того чтобы разменять марса на титана но перемещение на топ слишком массовое получается многовато коров на одной линии марш сейчас 2 баунти сворует вот сюда телепортируется эмбер спирит но уже поздно он даже если его на центре спалит вряд ли убьет в итоге ребята ну удачно разменялись по фрагам по позициям но вот баунти они отдали больше поэтому пока ситуация сохраняем пока стабильность сохраняется на карте сейчас может быть под ультимейты под треки баунти хантера кстати говоря вот тут книжка тут проблема не проблема а так точнее особенность пика рейдинг что у них на шестых уровнях ни один ни другой саппорт не становится в миллиард раз сильнее как-то например бывает с дизраптором с каким-то да там с виверной с аппаратом ну там треку бх ну да он позволяет деньги зарабатывать но эти деньги еще надо заработать как бы нужно чем праги сделать как ее пролетает сбивается стомп шторм спирит здесь пытается отступить эмбера подходит но драться здесь под вражеской вышкой уже скорее всего не самая хорошая идея поэтому отступят траст и покачаются немного баунти хантер по-прежнему в боте все находится добивает кри почков здесь добирает что уровень без книги для тени книга нужна разве что ну просто скил и сильнее сделать чуть-чуть да ему надо докачать эволанча тос до четвертых уровней чтобы намного больше урона наносить ну да тоже реки чу прыгать можно путать у нас только тоненький марч дофармливают уровень 6 немножко решил золотишко даже подворовать в лесу шторм приближается к оркиду понемножку и от эмбера ненамного отстаёт в общем то можно сказать что в итоге два медиара стояли примерно на равных арман нет убийств но и зато смерти очень мало мунлайт активирован на топе будет час оборона реки даже не знаю сколько ему нужно лезть туда на топ а ну не сможет у него телепорта нет все ясно на центре ловят эмбера эмбер в итоге в варенье не остается да и смысл смысл там был дистан был вариант варенье дать его копье и тогда он может быть и умер если не получилось ошибка от куку стрела под эхо стом порфлинг на перекачке стрела длится еще очень долго и как же морфлика подловили и вроде идти не все дело идеально он пытался стрелу на себя принять морфлинг 540 хп было не успел среагировать ну знаете когда день на дворе надо успевать срегировать такие моменты день на дворе там стрела была видна но за пол секунды точно можно было как-то пропалить морф просто не ожидал возможно даже не смотрел на свою своего героя смотрел на башню сколько там смотрел на ситуацию за башней ну да где-то там периферическим зрением больше работал чем на себе концентрировался хороший фраг взяли трасты слордар у нас все-таки выходит в худ они в глимер здесь ну так про глимер это предмет на слордаре тройки довольно популярный вот но против баунти хантера типа не очень хочется его брать видимо как бы лучше взять простой худ судя по всему скажем так но этот худ уже у слордара фактически есть тому же худ можно потом в пайп превратить но это не скоро скорее всего будет потому что слордар после покупки худа должен выходить в link dagger потом наверное бкб ну и там уже сам понимаешь как там главное главное не мидас главное не мидас сейчас слордар будет живучий полезный нам уже потом можно этот худ продать и купить какой-то более дорогой предмет чем грейдить его в пайп к тому момент как у него там и blink появится и бкб да он так и делает собственно диффуз у реки почти готов но у шторма почти готов оркид реки идет вместе с эмбером и не пытается отспамиться до последнего но и вот все ближе и ближе этот диффуз становится реки 300 92 крипа шторм с оркидом ну это проблема конечно выберу еще мы видим нет юла до него относительно немного остается реки мару будет страдать если не будут успеть реагировать как-то трик за трейд нажимать момент полета шмеля шторма то да где тяжело пока нет манты а манта сами понимаете не скоро появится еще паунти hunter что прошло 14 минут паунти hunter наверняка что он прям бесполезен что он сверхполезен выполняет свою базовую работу много пытался гонять вся пиков и того же реки мы помним снизу мешало бы нормально фармить что пока от баунти hunter достаточно пользу и в будущем мы понимаем треки будут работать пока нет драк это не карта на прошлом матче где драки были постоянно здесь мы видим еще 38 симон каста вообще не воюет и морфлин говорит что пока рановато надо купить манту потом пушку взять и тогда можно будет говорить о полноценных драках пока она но дайр как раз набрали таких героев которыми они должны как бы драться очень очень много и очень часто они еще подкачают скорее всего леву реки как бы реки купил диффуз очень таймингово но одного диффуза мало нужные тучку подкачать и ульту желательно в 2 иметь тогда там уже может какой-то разговор получиться бх порталится в потом хочет подцепить здесь реки треком тем временем в миде у нас какая-то такая небольшая возня происходит обмен скиллами обмен ударами бх не палец а ждет пока реки откроется и как только реки откроется он ему повесит трек и ага спалился реки может уже побояться здесь показываться да он в итоге просто сам атакует марча успевают повесить сентр ставят ребята который сейчас танкует кстати говоря долго толку танкует джеки с катапульты будет пушить может быть на топе какой-то ответ марса но марс без брендайгера шторм полетит на орките но и смотреть ремнант у эмбера есть если успеет среди эфир вас тогда легчайший уход вот это атаки он уже уходит он уже уходит все на топе делать больше нечего пока не получится т2 слишком это тяжело слушайте снова равная карта снова равная карта меньше тысячи преимущества держится примерно все позиции одинаково не считая только марса из лардера марс пока не так интересен от него намного больше можно активность ждать нежели то что видно сейчас спирит весел готов от мираны один заряд морфлинг манту еще не купил сейчас хорошее окно появляется когда можно даже смоук разбить или монлайте выходить и пытаться морфлинг ловить много телепортов на реки реки тут можешь за какой-то вард один центре зацепиться и умереть надо быть очень аккуратным видят курьера и хватает удара дабы этого курьеру асты мимо реки прячется ну не так страшно потерять блэйдов лакрити было бы страшно потерять яшу если бы она была бы уже собрана полностью а так не страшно реки просят помощи от команды команда потихонечку смещается уже слушая реки то там убивает так бы наверное шторм бы и выжил бы он выходил уже стучки но песни долетает момент самое забавное что как бы пришли за реки нажали раз даст им от них увернулся он побегал 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 потом там были еще одни даст и заюзаной снова этого реки не нашли и джеки тут же нападает на шторма как только командой мангас убеждается что реки рядом нет как они как окажется пор врывается превращается в эмбера чини этого самого эмбера пока размену нас мидерами с учетом того что шторм спирита отправили в таверну масса роз нападает еще здесь на ксифера его добивает под каруси фейзом быстро эффективно практично удобно марса готов рваться он с блинг дайгера неожиданно прилетает поэтому по-хорошему до трастом лучше отсюда свалить тут пока девардинг идет но марста уже готов ждет момента спринт онлайн треки раскиданы поэтому не страшно хорошая арена мирана на липе реки может быть успеет упрыгнуть реки никуда уже не упрыгнет очень классно через буллайтник оркет принимает реки мару не успевает среагировать и отпрыгнуть марс блиндайгер купил и наконец-то вступает куку в игру очень вовремя еще 200 золота зарабатывается это все трек фраги убивают и бамбела похоже по трекам много денег зарабатывают прыжок от слордара краш на штормак шторм есть vortex но там просто летят такие удары что шторм это не переживает но то что шторм погибает дважды за последнюю минуту это плохая новость он по факту появился прилетел убил реки и через 10 секунд умер сам снова хорошо что блатстоуна в такие моменты нет без заряда бы остался бы уже давным-давно а морф пошел фарме дальше лесочки с арен талоном он то есть я считаю что я заявил здесь не самый плохой будет вариант в этом убью смотреть и не и не пытается воевать о чем что-то скрыгнулся стрелы не было странно простоял пытался в тучке бить реки ну а то неважно убили тени убили и убили сейчас реки себе как раз место блейдов лакрить довезет полноценно яшу так врыв на морфлинга морфлинг манта сразу же перекачку нажал все под контролем мирана закидывает сетку полетела стрела в пути кунтера они оставится мембер не в ней спирит весел на баунти хантера баунти хантер погибает расплиттер здесь особо и не пригодился сладар врывается напережение в надежде кого-то зайти найти под башню нажимает краш но никого там не было и убили бы х пха убить это неинтересно забрать мид тавр вот это поинтереснее будет если получится я вроде так смотрю на шторма не особо то он и планирует сюда эти защищаться поэтому башня падает это первая башня на центре которая пала на этой карте и за трастами она видит тени или не видит нет не видите так просто бежали как будто были уверены что вместе не пока врыв на титана прыгает а морфлинг морфлинг под тучкой стрела полетела попадает по иллюзии шторм врывается на реки закидывает сайланс сайланс плюс вортекс реки погибает без манты и что-то как-то реки мару что-то тяжело получается копьё с лордара полетели сюрикены врывается морфлинг дальше на мирану мирана на липах пытается улететь шторм сетка полетела стрела в ответ попадает 5 секундочка по морфлингу и вроде как шанс хороший морфлинга убить но морфлинга топить некому потому что там эмбера пинает все остальные морфлинг марс и драка еще одна займ он касс и это снова драка где понимают треки какие-то были раскиданы золото 500 золота для бх бх поднимается там сейчас какую-то можно таможний владмирс опять покупать можно лотус какие-то набрать владмирс владмирс лотус соляра там выбирать а можно хоть какие-то даже покупать главное что он for stuff уже купил для того чтобы и себя спасать от реки мару и тиммейтов тоже важно как у нас следующая драка пойдет что после нее скорее всего рошана будут забирать либо одни либо другие тут уже созрел так сказать и морф и вроде бы удар тоже есть возможность там через лордар и через его коррозе кейс рошана быстренько убить не не dream хочет поднапрячься эмбер спирита но того есть ремнант хотя подъяву слушать кидает копье на них попадают а его там на ремонте поймали она за этим и смотрел на самом деле но поймать то мало оказывается ванте hunter снова будут убивать бедняга марч убивает на эти карте по моему вообще только его для смертей у него и 16 убийца команды trust по-прежнему это карте все ясно реки очень нужно взять манту как может скорее пока джеки лучше вообще не встревать в драке или идти только в уверенную убийство там какого-то соло марс или соло шторма шторм кая орки арканы ну и вот уж было стон совсем совсем скоро 2000 ему остается дофармить с талант на 15-го к здоровьем тебя добавляют сларда blink и blacking bar по неплохим таймингом будет ничего все у тройки команды траст хорошо 502 между прочим счет один из немногих коров который ни разу не умирал на этой карте вообще а у всех смерть есть кроме него орфлинг на перекачке орфлинг все знают все знают уходит треугольника но не знает кто конечно же знает марч а он тихантер фидаре слушайте может быть рошана какого-то я понимаю что то ход очень рискованный но коррозив хейста есть это знаете ли классная способность позволяющая рошана убивать очень быстро более ребята настолько понимает насколько важно прям как можно скорее рошана убить что даже не кидает коррозив хейст лордар чтобы сам себе и кинсферу дроп ну даст рошана а быстренько помогают тиммейты и коррозив хейст вешат там спустя полсекунды после спития линьки морфлинг выходит марс сможет ворваться марс врывается арена сушаре на то плохая он не закрыл реки реки бил спокойно рошана и в итоге реки с аэгисом эмбера конечно убивают марс получает стрелу это 5 секундная стрела минус марс марс не мешка не дотянул можно было закрыть всех можно было бы реки там копьем задеть в итоге смотрим за этой дракой морфлинг подсберет веселом добивают и водичку принимают и тени это минус 3 байбэк от эмбера аэгис сохраняет реки сбивает реки мару стрек очень сильно по золотишку апается и вот уже манта у него после этой драки готовы и в запасе шесть сотен золота эмбер мог даже не выкупаться хотя как понимает амремнат стоял в рошане поэтому он вернулся в драку мгновенно целом ладно был полезен вроде как байбэк он свои я купил никогда не знаю что будет поэтому тут реально думать о том нужно ли делать байбэк или не нужно ну ты смотришь на ситуацию по возможности прийти в драку то есть вот грубо говоря ты умер у тебя нет телепорта ну тогда выкупаться наверное реально большого смысла нет только если это не последняя драка в игре потому что ты в драку быстро не придешь и в итоге там либо твоя команда без тебя справиться либо вся твоя команда уже умрет и ты чтобы купался что не выкупался уже как бы неважно придешь ты или нет вот а тут как бы мир быстро вернулся всех раскидал поэтому да может быть тут и без него бы справились может быть и не справились ирана убивать пытаются не так это просто в итоге шторм умирает забавно шторм полетел на булайте гидал орки то тут врывается селёдочка то селёдочка такая очень очень опасная 16 уровне между прочим шторма не намного уровень то выше только на 1 всего вот такой вот селёдач предыдущем матче с медаль сиком и на этой карте 507 юлы юлы массовые тому мираны готовится у марса появляются юл это не только сейв предмет но это возможность засетапить фраг юл копьет играть хотя вот не знаю с реки с эмбиром не кажется такая задача не самая-то простая там мгновенно можно спрятаться фисты или нажать tricks of the trade случае с реки но вот с остальными с той же мираной титаном и селёдочем который без бкб да да там хорошие шансы под юл играть странно что пока так мало форстафа в баунти hunter покупал его прям с пустым ботинком остальные что тут как не вижу я синий там что-то пытается взять остальные герои без без просто фон салардар ждет момента рядом цитата если что пока на него скорее байтят рядом и джеки бегает джеки на скане ловят даже может пытаться в атаку выйти на карте вообще пусто поэтому вот так и выходить нибудь марш занимает привычную позицию патруль нажимает кнопкой не помню на какую там кнопку в доте нажал патруль и туда-сюда по бегает по идее может п айф айф приеров там много только одного пока один только рынжа забрал халява вот эти темпер злой имбер злой эмбер даст нажимать попадает баунти hunter пока ой ладно на центре драка давай смотреть реки пытаются убить забайте ли то что эмбер ушел эмбер пытается вернуться реки получает сайлос а их уже нет манта нет реки могут очень быстро убить с тучкой вешается и реки умирает сша баунти hunter получается гений забайтил фирласа полететь на т2 и драка тут же началась на миде тут скорее вопрос почему там оставались ребята если эмбер улетел совсем другая история минус реки дважды и не особо особо ничего и монкас не потеряли то есть можно самим идти толкнуть линию без реки драться ну давайте смотреть с лордар силе он не спорю не все так просто да все так просто без реки сражаться действительно будет проблематично цепанули эмбер спирита но опять копьем мажет куку стрела зато стрела попадает бывают эти не тосы мирану поближе мира на то ой какой краш но мало мало урона пока маловато получается убивает марс но это марс на мирану это неплохо учитывая что мид ребята все еще дефит я думаю что это достаточно комфортный результат мид за дефлин вы убили еще и кора в размен на саппорта вот и мирану очень богатая разница между мираной и марсом по экономике и много да реки если соберутся ребята все же вместе пятером шансы на драку мы видим каждый раз хорошая мирана с этими стрелами душит очень часто начинается драка именно с тем моментом когда залетает удачная стрела и быстро этого героя под станом убивают телескоп выпадает не знаю мирана сеткой сетка намного лучше снизу пытаются убить тени тени с гостом он не спасает энчанта пивер выпадает страны и монкас хороший слот для шторма сетку можно отдать баунти хантеру как раз он тут бегает с клыками вампира сетка будет лучше эхо стомп усыпили шторма распритер стрела без шансов без шансов взрывают а беда классная комбинация и я бы сказал что кьюа щек один из лучших игроков сейчас на карте столько много делает работа вот эта сложная линия в целом вышла пока победителями мирана из лордар бегают они вот больше всего и создают кипиша на карте лордар с 08 ты что вообще ни разу мира на 5213 между прочим то есть я говорю два героя шикарность для четверочки мираны как бы два раза умереть не страшно да из лордар который ноль раз погиб тоже много очень полезного делает сейчас заходит ребята на вражеский треугольник могут здесь марпа уже не подцепит у марса может быть смогут подцепить правда на него нет никакого вижу на он где-то бегает по лесам уже и схватить его скорее всего ребята уже не успеют на скане марча просветить у суши но фирлас тут красиво делает засолит он пришла мирана повесила урну чтобы тоже какие-то дивиденды получить с этого фрага гем покупают против реки ну знаете гем покупать тут ну ладно ты не против реки гем и против реки против вам онлайта гем можно как купить так и отдать да да в этом то и проблема что значит бывают моменты когда гем противнику кроме vision ничего не дает точнее разрушение вишну противника здесь гем он хантер делает просто крипом милишным копьем мирану мирана в лимире есть и у в итоге урозной лайтнинга не проходит мирана очень долго живет как же много мирана дает возможности для своей команды тут просто разворачивайся в любую сторону нападай так ее не убили по сути вся команда кроме баунти хантера напал на мирану не смогли и убить просто чудеса какие-то раш пытаются убить морфлинга но и думаю что это реально манта активирует их и стом не попадает ни по кому выходит марч еще один спирит веселу мирана закидывает на себя а морфлинг там закидывает стрелы до форме мирана понятно думаю откуда стрела то летит теперь ясно рубик хоть в рубика реки откуда здесь вообще рубик реки с бкб врыв на бх для бх девятая смерть гему тени так что пока все нормально эмбер получает сайлл срывается тени пытается убить слордара для слордара первая смерть наконец-то его убили стрела залетает морфлинга но на перекачке поэтому надо уходить ордара добились лордар был с бкб но и он нажать не успел просто ворвался тени выдал прокаст и после прокаста радар тоже ничего нажать не успел ни бкб не сенс ринг не стики не худ ничего нажать не успел ну ладно хотя бы рашан через полторы минуты только спавнится дайрам было бы наверное обидно сейчас если прошел появился вот сию же секунду не похоже что эман газ готовы были бы за этого рашана драться не как-то разбрелись вообще не знают что вот так вот опасно делать если не смотри все поти сейчас играют а там рашан мог появиться битаяр могли теоретически просто пойти этого рашана забрать так ладно смотрим попадают на шторма шторм подрубает блатстоун очень жестко регенится его пытается форстафом там спасти но ничего не выходит рикки с дабл дэмэджа прыгает дальше стом успевает попасть за морком решили не лезть потому что все равно там бэйфор перекачка вот и ген спасибо ты его до до фонтана будешь там гнать и не убьешь при этом лучше вот гарантированно забрать теника у которого кем есть который очень сильно мешает играть и мира не реки мару и глупость было ген покупать force ну какой смысл ты же я считаю что ну типа гем это такой артефакт который ты берешь либо а в случае когда ну ты прям жестко на карте доминируешь и ты понимаешь что ты этот гем вряд ли потеряешь как бы так легко прям тебе надо очень сильно где-то там загулять чтобы этот гем потерять и при этом при помощи этого гема ты легко ты контролишь большую территорию на карте и ты не можешь всю эту большую территорию проверить как бы прочекать с энтрями тебе надо гем брать и как бы сходить смотреть вот чтобы ну соперника не было вижна и чтобы ему было очень сложно сплит пушить чтобы ему страшно было по линиям бегать либо ты берешь гем в ситуации когда ну вот уже блин вообще да там типа тяжело 10 минута или там 40 3 расставлять в драках порой просто нет времени там гем очень сильно может зарешать ну или там каких-то прям совсем патовых ситуациях а вот тут вроде у рейдинг все нормально с энтрей вроде как есть тосты тоже можно покупать ну типа блин закупаться вот так вот гемами это ну большие траты достаточно тем более ты едаешь как бы для команды мангас гем тоже очень сильно будет мешать я имею ввиду шторм летел вортекс пытается селёда еще убить быстро в этот раз он нажимает пока бы ставится арена массовый blacking bar с двух сторон врывается просто реки на шторма шторм на всю ману пытается улететь вроде как справляется с этой задачей драка продолжается тем временем на центре титана выгубился баунти хантер в этой драке отсутствует он погиб до этого погоня за куку куку закидывает копье даже попадает получается максимально крутого откидывает мирану но рошан остался шторм на базе регенится кларите нажимает ботал отпевает сейчас можем даже пытаться в это варшан облетать ты не знаешь чем все это может закончиться там есть вероятность что его просто крашен каким-то пытаться ловить нет шторм ничего делать не будет просто ребята из амонкаса дают рошана на топе там погоня за марсом марс успевает был юл уфировался то есть возможно телепорт спить было но не успевал уже никак это сделать аегис сыр для реки сыр понятные беру или слардару можно отдать и трасты ну пока выглядит так что они эту карту готовы забирать хоть и преимущество еще не особо большое но пока наблюдается что манкас не понимает что им делать не совсем понимаю до конца как им драку то начинать паунти хантер становится уже проблемой для команды монкас просто герой ходит и фидит блюд на эмбера был он своим гардом поэтому урон почти весь кушает тут юл бкб бкб придется нажимать нажимает бкб команда далековато тут только одна мирана мира на стрелу закидывает на марса марс поднимает тебя view минус blacking bar у эмбера он был второй эту карту не страшно шторм продолжает играть в топе вот на него как раз сейчас и хотят выйти эскейпа у шторм спирита вообще никакого нет хороший форстаф кстати от сифера но и вот он здесь видимо не отпускают тебя ну как бы шторма он спас или или стоп или стоп сам он тоже не будет подожди но тут еще я думаю только начало драки всем числе марфа теперь могут быть проблемы на самом деле он прожимает бкб убивает эмбер спирита 100 секунд без эмбера выкупается динни здесь сейчас будет видимо in your dream до упора убивать абсолютно всех приходят не буду приходить с лордар просто сорт т2 вышкой жмёт телефон и дико пытается спасти жмёт бкб блинкуется еще раз на мирану ну и в итоге только в результате одного байбэ байбэка на тине ребята убивают трех героев и мирану должны будут забрать не знаю зачем мирану вообще развернулся стрелу туда кидать на просто побежала бы казалось бы забрали game сделали минус 4 обе решил не выкупаться понимаю что там перспективы драки на такой позиции очень мало вижу на было неясны были немножко поняли что не все так просто даже как мне показалось и морф начинает резать и стоит этого товарища недооценивать 25 уровень у реки и уровень 22 кстати но тут нолифаер при приближается скоро форстафы работать не будут и будут работать и юлы принц найв хэвэк хаммер хэвэк хаммер кастардара тут же плюс сила плюс урон инжигир для морф линга можно в общем-то 5 вместо станс ливера я очень захочется я тут вивер на шторме пока менять не стоит а принц найв можно и баунти хантеру отдать можно идти не что там у тени в тени ну да тени можно представить дать что он бегать и аркан ринг ну ли фаер готов добивают ребята потихоньку слоты 4 тиром магическая лампа тени по-прежнему не меняет свое кольцо с первого фира лото 40 баунти hunter дофармил вот опять одна удачная драка опять треков много как там атака атака но какая-то такая с очень большим делаем рифа свардара ночь на дворе мало было видно свардара свардар обрывается марса но неудачно шторм покупает bkb 10 секунд и блэкин бар наконец-то можно не бояться что там ты за одну тучку реки умрешь то это была жесть полнейшая тени сбивает телепорт тени после байбеку сколько секунд наверное 100 но 102 а 90 всего у него у него 17 левел только смотрю тут ловала 24 и 23 морф 25 эти не только 18 тогда да тогда у него спаун поменьше будет само собой марч бегает ставят агрессивные варды на вражеской половине карты на самом деле это может быть весьма полезно если тут какими-то большими шмотками пойдет закупаться эмбер или рики сейчас курьеры спавнится долго на больших ловлах там по три минуты с лишним если я не ошибаюсь бх бежит слушай а как он этого как он этого курьера увидел просто на рандоме взял и увидел типа просто бежал и все такое ощущение как будто он вообще целенаправленно бежал читер что конечно а как еще кто-то играет и но умер там нет пардом на вражеском рано просто прям бежал и все а супер я не шторм полетела титана титана пытаются быстро убить время рожать и не успевает больные реки как же буквально же есть окей дальше что реки появляется морфник продолжает избивать убивает из лордара залетает стрела есть туча морфинг на перекачке хватит ли этого непонятно не хватает очень долго стоял пытался драться в этой тучке не пытался даже из нее выходить ну то правда и удержали в на одной точке сетками и стрелами и так далее и морф без боя интересно потом шторм будет сейчас шмелем летать марч контролит руну волшебства по-хорошему бы шторму забрать тут выбирать не приходится эмбер полетел эмбер без гема марча не увидит никак а там и лотос если что есть чей ниш этого баунти хантрон лотос нажмет побежит дальше надо больше героев хотя бы вышку вот в топе спушить видят кажется обеда в топе у него много довольно маны уходит он все-таки на блайтинге сюда улетает что там 2 катапульты едут в топе 2 катапульты едут а значит что шторм их ультой своей избить не сможет но до морфа остается шторм да он не сможет избить свой литой но до морфа остается 50 секунд всего лишь и скорее всего ничего не смогут просто сделать с убийством вот этого морфа реализовать его во что-то два грифе даже нажимают его оборону на глифта может потребоваться всем скоро уже и на базу непосредственно ну ладно защитили т2 понятно надолго или нет там сейчас может выйти куку его тут от принять лиза байс на бкб он 20 уровень уже между прочим золотишко копыт какое-то все-таки как-никак работает философский камень так я от ребята нажимают smoke и полетели полетели в атаку ничего и морков не видят шторм может состав на просто не выйти не успел среагировать все таки есть просто так многочисленное врывается перед марс марса контроли то он просто ничего не нажимает баунти-кантер подставляется под эхо стомб убивают и бх прики теряет блэкинг бар но уже очень много фрагов сделано и байбеков команды маркас нет поэтому что ребята можно просто пытаться радкликать и получается убить и тени минус 3 байбеков нет и глифа нет я напомню они только что нажали шторм делают очень крутую работу есть просто пачку крипов всю соответственно можно пойти пытаться пойти по топу забрать 2 и там как-то а как никак не сыграешь катапульт нет глифа нет так что шторм крипов всех съезд на линии если вдруг команда от раза хочет прям заходить на базу противнику отправляет морфинг иллюзии сам стоит ли джагерем люди очень быстро падают падает и башня шторм должен уже лететь из базы час полетит летит аккуратненько может прийти вот сюда вот прям куда-нибудь фактор не включается понятно шторм очень долго думает съедает крипов всех но секунд 20 есть у команды трасс чтобы забрать эту линию но не хотят там уже все появляются конечно здесь тоже согласен суицид который не стоит того уходит раз ты и как я и говорил на стадии драфта команда эти играют по 40 минут минут спокойно все игры там получается 5 карт было четыре карты и 40 минут плюс шли и только одна там было 38 за счет того все остальные были достаточно долгие это карта не исключение причем не сказать что игра какая-то ну типа неактивная сколько у нас получается 39 хорошая карта 59 59 фрагов за 43 минуты то есть вроде бы и драк много хороших и выходов всяких и там за рошана битвы прочего 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 но да действительно очень долго эти команды играют сейчас будет очень интересное противостояние вроде как позиция получше у эмангас шторм врывается байтит на бкб но как байтит так и собственно в таверну отправляется да это без байбэка штормецкий там морфе должен как-то ситуацию в этой драке резко менять лордара пытаются убить лордар мне кажется можем выкупаться тут час игру можно попытаться закончить косморда ждет юл на юл надо выкупаться селёдачу сейчас игру можно просто завершить минус марс минус шторм эмбер летит дальше готова принимать и баунти хантера он также погибает и также без байбэка если прошлый раз шторм очень сильно толкнул линии есть такого не будет появляется рошан рошан с аганимом даже не знаю реки отдать или селёдачу здесь все туда гоним оттуда на не стану и ну можно и титану конечно мне кажется все же среди кисть лет поинтереснее будет серьезно еще особенно посмотрим другой стороны можно и монкас это тоже хорошо потому что потенциально трасса пища смогли бы просто съести несколько линий акмирано пока огоним себе в рюкзак кладет я думаю что просто селёдачу мира не огоним точно не нужен отдаст селёдка смотри селёдачу говорит курьером давай мне моё им полетела гоним на базу и ранее огоним не нужен точно непонятно даже с чего вообще начинать драку рейдинг там как ему рваться чем их задача состоит от шторм ворвался попытался заставить bkb активируется лордар его просто убили за один дизейбл ничего с этим не поделать кираса у селёдача кстати появился селёдача все уже серьезный огоним bkb сабля три с половиной тысячи хп сейчас он еще там на пруде лужу будет мне и стоять еще там стат резист хороший хп реген хороший непонятно как вообще с ним можно можно справляться здесь хороших новостей действительно ни одной стороны трассы не сломали и на пустом месте зайти на хг они скорее всего не смогут им нужно будет кого-то ловить а и шторм видишь творить чудеса телепорт блайтник крипы исчезают как-то надо шторма еще раз поймать и тогда может быть получится шторм что там огонь ему шторма какой-то так как я понимаю а вот это кстати говоря заявка на камбэк возможный по ним у шторма морфлинг начнут там стрелять понятно что есть несколько целей убить эмбера это наверное цель номер один эмбер тем более без сыра и без а едицы сыр в рюкзаке ну понимаете эффективность сыра в рюкзаке она наливая но в драке скорее 7 пер конечно будут использовать bottle его переложат в рюкзак а пока после хорошая руна прибегать с ней для тоса не нужна цель талант 20 элдер титан уже 23 элдер титан 3 800 и может быть и сам себе аганим купит раз не дали тиммейт лордар 24 скоро будет бомба корзив хейс который нельзя будет развеять а пока пока тишина хотя мы видим что конечно эмонка зажимается на базе только шторм как-то может выходить баунти hunter там бегает поисках приера вечно бх там все бегает по вражеской территории ищет чё-то слардар берет 25 левел чё вкачает конечно же не диспейлим и корр оси в хейс уже представляю как реки будет в этот корр оси к избить под минус 20 брони сколько у морфа суши а там же титан еще срежет слушай ты представляешь еще минус 52 единицы брони на морфе зеленых ну как бы белых то тела и белых и потом еще минус 15 потому что него плюс 5 то он сейчас подвышка стоит вообще жесть ой хек со шторма можно ломать сторону можно ломать мне кажется ты гг форс 6 ломать сторону какая я не знаю одну как я кайферт на смело стольки 2 могу сказать что только 2x кишки тут вытягивает астрому уже не получится понимаешь а он все-таки огонь для этого купил они носят так будем проваться конечно чем проблема в сторону просто забрать ладно реки хотя бы выживает здесь ребята забирают одну сторону неужели они отступят поскольку и турики сыр надо переложить его если что он кладет его в рюкзак эмбер с рефрешером кстати только что его взял а тос пытается убить ларда рыча с ларда рыч сыром успеет его нажать нет не успел но тени погибает что делать дальше морф плетит вперед получает хекс реки нужно разворачиваться можно еще один хекс дать рефреш хекс нет не будет пока мэпер дела так нажимая слишком поздно тем не менее морфлинга убивают убивают и баунти хантера скира фреш работал плюс ремнанты полетели ну и вдвоем остаются но как с таким скрипом конечно ломает рост эту карту они 30 тысяч уже ведут а будем учитывать это гоним который там конечно дает много с рошана в букет 24 тысячи перевес если даже агоним не учитывать хотя его нужно учитывать это все равно предмет у слардара ломают полноценно две линии и мега крипы будут но я не уверен что сейчас игра закончится скорее всего а мой газ поиграют еще шторм появляется марс арена 6 секунд как это ее дождаться эхо стомпу сыпили пока марса в юле он но это мега крипы сейчас главное уйти отсюда смог нажали шторм полетел пытается кого-то зацепить получает который получил чела ты бкб может или тебе даже сам шторм походу не понял а почему а почему его так ловят постоянно я не могу понять там же это очень сложно сделать ты же там можешь через шифте полететь туда и обратно сразу мне кажется не летит туда обратно улететь чтобы вортакс нажать да 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 он же не летел обратно он летел чтобы нажать вортакс свой агонимный но знаешь он прям на грабли еще раз так посильнее это раза если что вот он вот так вот врывается третий раз подряд обит сначала виден из лордара потом второй раз после чего мега крипы и третий раз сейчас закончится просто игра марс есть ппп слабенько пока добеду 4911 ну да пока слабенько обит просто наблюдает поддерживают ребят эмбер врывается под блэкинг паром но мега крипы сейчас начнется всех сторон идти поэтому что в драке будет не так важно еще морфлинга принимают морфлинг нажимает сатаник с лордар продолжает башить есть и хостом на морфлинге да да 0-25 прикол р-сплиттер спирит весел стрелы р-сплиттер взрывается уже на фонтане морф погибает после выкупа и это гг 51 минуты 40 секунд примерно длилась эта карта и трасты начинают с победы хоть и не самый простой но им он кажется нужно нужно после удачной предыдущей карты и матча просыпаться а то у них был час отдохнуть то есть мы не можем сказать что ну вот типа трасты пришли свеженькие наверняка игроки команды мотивей трастом пошли в мм-чик какой-то поиграли да там под подраскликались подразмялись хотя кстати может быть это и стала причиной более такой удачной игры в микро моментах от них то есть как бы им ангас это не сыграли две карты им нужен час чтобы отдохнуть а трасты в этот момент им отдыхать не надо они могут наоборот раскликаться то есть они более разогретые подошли к игре но я не знаю как там было на самом деле финал только начался будем надеяться на столь же быструю динамичную карту дальше вот но пока пауза я думаю да давайте в ожидании второй карты это было 5 я напомню поэтому потенциально еще тут работать и работать растам над тем чтобы забрать этот матч ждем следующую карту